Всем привет, я Татьяна Андреева. Сегодня используем обычный картон и цветную бумагу. Погнали! Из обычного картона вырезаем две такие фигуры, похожие на дольки арбуза. Склеиваем их между собой канцелярским клеем. Затем обклеиваем с обеих сторон красной бумагой. Потом приклеиваем белую полосочку, а затем и зеленую имитирующую кожуру арбуза. Черным фломастером рисую косточки. Используя настоящую линейку, отмечаем на этой заготовке отметки по сантиметрам и подписываем. Для большей сохранности обклеиваем изделие с обеих сторон прозрачным скотчем. Лишнее отрезаем ножницами. Первая линейка закладка готова. Благодаря двойному картону и скотчу она получилась довольно прочная. Второй вариант склеиваем из трех картонных заготовок. Простым карандашом я размечаю линии рисунка пандочки, а затем повторяю и закрашиваю их черным фломастером. Как видите, для этого варианта линейки закладки не нужна цветная бумага. Используем только картон и фломастер. Также делаем разметку линейки и обклеиваем прозрачным скотчем. Необычная линейка закладка пандочка готова. А вот еще один вариант. Это карандаш. Тут все делаем по той же схеме, что и ранее. Склеиваем картон и обклеиваем цветной бумагой. Затем фломастерами можно добавить некоторые художественные элементы. Прорисовать грани и текстуру отдельных частей. На белом листе бумаги я нарисовала кавайную мордашку. Вырезаю глазки и ротик и приклеиваю на карандаш. Я решила еще добавить контур на ластике. И конечно же рисую разметку линейки. Вот так совершенно просто мы с вами сделали три яркие линейки из доступных материалов, которые можно использовать также и в качестве закладок для книг. Ярко, модно и бюджетно, а значит доступно для каждой из вас. Ну а сейчас я покажу вам несколько простых вариантов, как можно преобразить скучные тетради. Обклеиваем обложку белой бумагой. В верхней части приклеиваем черную бумагу с вырезанными ушками котенка. Фломастерами дорисовываем рисунок. Ушки, рыбку, глазки, мордочку, усы. Я выбрала очень простой рисунок для того, чтобы каждая из вас могла повторить его при желании. Ничего суперсложного, все состоит из простых линий. В верхней части изображения я решила добавить белые точки. Сейчас, кстати, принц горох очень популярен. Можно использовать белый маркер или корректор. Вот и готов первый вариант декора тетради. Приступаем к второму. Я обклеила ее нежно-розовой бумагой, но белая тоже подойдет. Рисую радугу фломастерами. Свои тетради вы можете обновить в любой момент учебы, тогда, когда старый вариант вам надоест. Рисую тучки под радугой черным фломастером и обвожу голубым цветом. Дорисовываю крылья и рог единорога. Еще я написала Magic Things, что означает волшебные мысли. К сожалению, ошибку в слове я обнаружила только на этапе монтажа. Но да ладно, уже не исправить. Добавляю звездочек. Еще раскрасила рог желтым фломастером. Голубым фломастером обвела крылья. Вот и готово. Вторая тетрадь есть. Третий вариант тетради также обклеен белой бумагой. В центре рисую такой узорный элемент рамочку, в которой можно написать название школьного предмета, для которого будет использовать эта тетрадь. Математика, литература, история и так далее. Простым карандашом делаю наброски рисунков арбузика по всей лицевой стороне обложки. Затем фломастерами раскрашиваю ее очень легко и просто. Центральную часть закрашиваю красным фломастером, рисую зеленым кожуру и обвожу контур черным. Также добавляю косточки. Таким несложным путем закрашиваю все нарисованные дольки арбуза. Остается только заполнить пространство между скидками арбузными косточками. Черным фломастером рисуем эти косточки абсолютно в хаотичном порядке. Вот и готово. Три варианта декора тетради есть. Напиши в комментариях, какой из трех вариантов вам понравился больше всего. А может быть вам никакой не понравился. В этот раз передаю привет Вероничке, Насте, Ариане, Яне, Варе, Даше, Ксении, Доминике, Кристине, Марине, Лизе, Лере, Регине и Оле. Хочешь привет от меня? Пиши свое имя в комментариях. Не забывай находить цифры в этом видео и получай от меня призы. Каждый раз два победителя. Подробнее читай в описании под видео. До 1 сентября остались считанные дни. Собирайтесь к школе с удовольствием. Пусть этот учебный год для вас начнется очень легко и на позитиве. Хорошего вам настроения и всего самого крутого. Пока!